Левый, правый на полигон и стрельбище. Солдаты уходят, чтобы победить. Но шансы есть только у четверых. Здесь команды, частей и подразделений федерального управления. Ну и организация у нас Саратовский военный институт. Команда Саратовского института тоже присутствует здесь. Это наши соревнования, отборочные. Победители будут участвовать в общеармейских соревнованиях, которые пройдут в сентябре месяце. Внимание! По местам! Не лихачить, не сшибать ограждения. Главное – техника вождения. При этом не забыть про контрольное время. В такой боевой разведмашине есть все оборудование для замеров радиации. БРДМ заберется в самые недоступные места. Ни шпильки, ни помада. Эти девушки от патронов теряют волю. Ирина из Пензы призналась, что испытывает мелкую дрожь, когда берется за автомат. Но не от страха, а от прилива адреналина. Это ее призвание. До того, как пошла служить по контракту в российскую армию, Ирина была простой саратовской художницей. Теперь рисует узоры на мишенях. Оли, Ани и Ирины. Прапорщики, сержанты, рядовые, как на подбор. С оружием или без, но красота – страшная сила. Вот только в армии в служебных целях пользуются ею не все. Глазками не стреляем. У меня муж очень строгий и тоже военный. Так что даже желания не возникает. Неофициальное название конкурса «Мировой парень». Но первыми и на стрельбах, и на полосе препятствий – мировые девушки. Как истинные солдаты Джейн. Они танк на ходу остановят и в горящую избу войдут. Дам принято пропускать вперед, даже в огонь. В качестве поблажек с полосы препятствий начальство убрало самые сложные элементы. Но трудности возникали не с теми заданиями, где требуются силы или выносливость. Одеться было куда сложнее. Только костюм гимзащиты и противогаз надетках через несколько метров их надо уже снимать. На этом этапе поддержка мужчин обеспечена на 100%. Александра Букарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Дэвича.